Когда у большинства жителей столицы выходные, у сотрудников полиции самое горячее время. Наши корреспонденты вместе с группой задержания отправились на ночное дежурство. Все ли спокойно на улицах узнавала Екатерина Куприна. Уже 62 года отдел вневедомственной охраны оберегают не только собственность и недвижимость граждан, но и их покой. Именно эти люди выезжают на место, где сработала сигнализация или откуда поступил сигнал с кнопки вызова полиции. Журналисты смогли попробовать себя в роли полицейского, став участниками акции под названием «Беспокойной ночи». С нами провели инструктаж, рассказали, как вести себя в непредвиденных обстоятельствах и выдали бронежилеты и каски. Все эти правила полицейские знают наизусть, но приказ на заступление зачитывают каждую ночь. Равняюсь. Смирно приказываю вступить на охрану общественного порядка в городе Чебоксары. Также принесение службы по охране объектов квартиры собственнику по договорам. Принесение службы, строго соблюдать законность, вежливое культурное обращение с гражданами. Налей. Ву! Налейте шаг на марш. Ровно в 22.00 журналисты вместе с сотрудниками полиции выехали на патрулирование. Казалось бы, кому захочется выйти из теплой квартиры, когда на улице мокрый снег и холодно. Но не прошло и получасу, как один из полицейских заметил пьяного мужчину, который не держался на ногах. Пока сотрудник полиции пытался выяснить фамилию и место жительства мужчины, его напарник вызвал скорую. При обязательном осмотре на лице были замечены синяки и гематомы. Работа идет слаженно и оперативно. Прерывать патрулирование больше, чем на 20 минут нежелательно. Тут же поступает сигнал кнопки вызова полиции из развлекательного центра. По предварительным данным, там драка. Но наша машина на вызов не успеет. Туда выезжает ближайшая группа задержания. Всего патрульных машин по городу 12, по 4 в каждом районе. Порой на сигнал тревога приходится вызывать все машины. Но такой форс-мажор для нашего города редкость. Главное в любой ситуации сохранять хладнокровие и выдержку. Если мы будем бояться, то не сможем задержать правонарушителей. Правонарушители должны бояться нас. А почему вы решили пойти в полицию? Ну вообще это мечта была с детства. Чувство достоинства, потом желание, чтобы было все в порядке. Да и вообще просто хотелось стать милиционером. Ну сейчас же полицейским. Ночь выдалась относительно мирной. Видимо, погода сыграла свое. Количество задержаний в самую беспокойную ночь недели может достигать до 20 случаев. Но пока сотрудники полиции выполняют свою работу, жители города могут спать спокойно. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика.